Титул вора в законе Первое. Утаивание денег. Большое значение для влиятельных воров имеет общак, который греет исправительные колонии. Самым греховным поступком для вора в законе является утаивание с него денег и их расход на личные нужды. Второе. Занятость с него практически автоматически снимается корона. Бывали случаи, когда вор в законе предпочитал отказаться от дорогостоящей операции и умереть, но только не запускать руку в общак. Второй принцип. Создание семьи. Тюремный авторитет должен быть одиночкой и вести братячий образ жизни. Создание семьи, совместное проживание с ней или приобретение собственного жилья является грубым нарушением жизни по понятиям. Третье. Содействие с администрацией. Вор в законе не должен прогибаться под правительство и правоохранительные органы. Согласно воровскому кодексу нельзя иметь официальное трудоустройство и выполнять любого рода работы, находясь в исправительной колонии, а также служить в армии. Плюс к этому нельзя проходить свидетелем по делу, писать доносы. Четвертое. Посягательство на чужую жизнь. Суровым нарушением воровского кодекса является убийство человека. Законник может быть оправдан среди своих людей только в том случае, если убийство стало необходимой мерой для защиты собственной жизни. Невозможно отстоять свой титул научной ставки. Это пятый принцип. Вор в законе всегда должен отвечать за свои слова. Если он не дает конкретный вопрос и конкретный ответ, то даже за это может поплатиться. Получение короны незаслужено. Является шестой причиной, по которой могут раскороновать. Если в криминальном кругу выяснится, что вор в законе заплатил денег крестному отцу для того, чтобы тот короновал его, то они оба будут автоматически раскоронованы. Седьмой. Употребление наркотических средств. Вор в законе должен соблюдать здоровый вор жизни. Для него недопустимо распитие спиртных напитков и тем более употребление наркотических средств. В каждом правиле есть исключения. Поэтому известно множество воров в законе, кто был женат, имел детей, собственное жилье или был наркозависим. Но есть нарушения правилам, которые не поддаются никаким исключениям. В основном это касается расхода общака на личные нужды. В любой камере твоя судьба зависит от нескольких сопутствующих факторов. Так же и с раскоронацией. Могут быть подковерные игры. И в некоторых случаях воров раскороновывали их конкуренты. Если вор в законе нарушает правила жизни по понятиям, то устраивается собрание «Воровская сходка», на которой присутствует несколько законников, провинившемуся человеку задают вопросы, на которые он должен дать четкий ответ. После этого все присутствующие принимают решения о его дальнейшей судьбе. После раскоронации человек может вновь вернуть себе корону, но сделать это будет непросто. Среди раскоронованных воров в законе известны такие, как Алексей Саламатин, Александр Северов, Артем Аракелян. Все они были раскоронованы за разные проступки. Одним из самых влиятельных воров в законе был Аслан Усайян, он же Дед Хасан, который всегда строго соблюдал воровские традиции. Сюда же можно отнести и икону воровского мира Васю Бриллианты.